всем привет это выкуп аудиотехники hi-fi hi-fi stereo.org сейчас посмотрим на наличие работоспособность интегрального усилителя марнс pm80 модель крученая это модель начала 90-х годов и особенность этой модели в том что модель недорогая из средней линейки но обладает качественные референсных усилителей то есть тогда еще придумали впихнуть но и несколько раньше придумали впихнуть вот эту кнопочку отключения режима класса вот эта вот кнопочка включенной кнопочкой усилитель работает в классе а вот и в принципе усилитель очень и очень качественный по звуку по мощности хорошо тащит вот если брать там модели более поздних выпусков там восьмитысячную модель 7200 они уступают этому pm80 по качеству звучания и по качеству используемых компонентов комплектующих на усилителе нету пульта ду пультового управления нету вручную управляется только конечно неприятно но но с другой стороны когда усилитель качественный там ручка громкости особо часто крутите не нужно на многих на большинстве уровней громкости установленных звук реализуется таким образом качество реализуется таким образом что слушается все комфортно нет необходимости крутить ручку громкости больше меньше особенность усилителя в том то что он недорогой и очень и очень качественный то есть вот эти вот все модели более поздних выпусков там манс пм 8000 7200 он конечно сходу уроет и по качеству звука и по качеству исполнения ручки вот эти вот все это все металлическая потом на борту есть фонокорректор мммс вот кнопочка переключения мммс все работает отлично все работает корректно состояние внешний вид отличный то есть вот я смотрю кнопки у нас не затерт символы не стерты углы не отбиты ничего не зацарапаны не затерт и не покоцан и не покорежен и а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, нижние частоты, наверное, через видео не будет слышно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, усилитель работает отлично, по мощности тащит отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас нам бы фокус обратно вернуть. Ага. По мощности тащит отлично. По ощущениям там все родное. Все вот эти конденсаторы. И что интересно, несмотря на то, что усилителю так много-много уже лет, это где-то 93-94 год, то есть, считай, почти 30 лет. Ну, отлично сохранился. И лицевая панель, и внутрянка вся похожа целая. И по мощности тащит отлично. И звучание полностью отличное. Мне, в общем, усилитель очень-очень понравился. И опять-таки, качеством он все-таки лучше, чем более поздние модели. На пультовые, с кнопочкой вот этим вот, кнопка с отключением режима класса А. Вот. Все-таки он качеством получше. Вот. Но одно неудобство, то что пульта нет. Вот. Сейчас осмотрим усилитель, верхнюю крышечку и заднюю стенку. Вот таким образом сзади все устроено. И вот у усилителя универсальное питание. Можно переключить на 100 вольт, на 220. Вот. И таким образом произвести легкий апгрейд. То есть, к примеру, включить входящее питание на 110 вольт и подключить через понижающий гальванический трансформатор. Ну, это редко. Кто так захочет заморачиваться. Ну, это так, в общем-то, просто к сведению. Вот. Коннекторы все целые. Сборка Япония. Вот. Вот такой вот усилитель. Марнс. ПМ-80. Ну, модель крученая. То есть, очень сильно была раскручена. И в свое время, и все последующие годы. И до сих пор, несмотря на то, что усилителю почти 30 лет, ну, остается моделью актуальной и востребованной. И по сей день. В общем, вот так вот. Такой усилитель. Марнс ПМ-80. Полностью в хорошем состоянии. Готов к эксплуатации. И комфортному восприятию музыкальных программ. В общем, кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Можно приобрести путем обмена или просто за наличку. Попробуем договориться. На этом все. За внимание спасибо. До свидания. На связи. Субтитры создавал DimaTorzok